Под толстым льдом в проруби глубиной всего полтора метра рыба испытывает кислородное голодание и начинает гибнуть. Весной, когда снег тает и вода растекается, мёртвую рыбу уносит в озеро. Это естественное явление, однако его можно предотвратить, считают эксперты. «Для выпуска рыбы из ковшакты в озеро Капа было привлечено более 20 рыбаков и волонтёров. Мы должны принять такие меры, чтобы спасти существующую рыбу. Мы проверяем все мелководные водоёмы в регионе. Зимой толщина льда превышает один метр, поэтому мы внимательно следим за такими водоёмами и проводим такие работы». Сегодня в регионе насчитывается более 500 водоёмов, предназначенных для развития рыбного хозяйства. Более 300 из этих озёр одобрены для природопользования. Во всех неглубоких резервуарах должна проводиться такая работа. Это связано с тем, что последствия подобного природного явления сказываются и на окружающей среде. «Зимой пройдёт, если сильные морозы, может лёд промёрзнуть, рыба погибнет. Нас попросила инспекция по её инициативе. Рыбаки-добровольцы тут сейчас проведут отшнурование с этого водоёма рыбы и перезапуск её, потому что она не имеет сообщения с водоёмом. Здесь мелкий частик, окунь, чебак. Сейчас мы будем проводить вылов этой рыбы, чтобы она не погибла, и перезапуск в озеро». В мероприятии приняли участие более 10 рыбаков. «Если такие работы не будут проведены вовремя, мы можем понести убытки», говорят рыболовы. Василий Павлидиум, Сундекнор, Сбаева, Павел Соловьёв, Кокщия, Акпарат.